Всем привет! В сегодняшнем видео уроке я вам хотела показать, как связать вот такую вот шахматку с поворотиками. Вяжется она довольно-таки просто, справится даже начинающей. И для вот такого вот небольшого образца наберите 23 петелечки. Вам понадобится также дополнительная спица такого же диаметра, каким вы вяжете, либо специальная для коз. Итак, первый ряд. Первую кромочную снимаем, затем провязываем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем провязываем 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем снова 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочную провязываете изнаночной. Далее изнаночный ряд. Провязываете петельки по рисунку. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем снова 8 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочную провязываете также изнаночную. И все последующие изнаночные ряды провязываете по рисунку. Там, где изнаночные, провязываете изнаночные. Там, где лицевые, провязываете лицевые. Третий ряд повторяем как первый. Провязываем 8 лицевых. Затем провязываем 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная, изнаночная. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Первую кромочную снимаем. Пятый ряд провяжем как первый и третий. 8 лицевых, 8 изнаночных и снова 8 лицевых. Последнюю кромочную провяжем изнаночной. Пока все идет по рисунку. А вот седьмой ряд провяжем следующим образом. Кромочную снимаем затем. Следующую, первую из 8 вяжем лицевой. Затем берем дополнительную спицу. И нам сейчас нужно будет перекрестить 6 петелек в правую сторону. То есть как мы, ой, в левую сторону. Как мы это сделаем? Первые 3 петельки снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой. Затем следующие 3 провяжем лицевой. 1, 2, 3. Затем провязываем со спицы, которую оставляли перед работой, 3 петельки снова лицевыми. 1, 2 и 3. И довяжем ту лицевую восьмую. Лицевой. Мы сделали перекрещивание 6 петель в левую сторону. Теперь 8 изнаночных провяжем, 8 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Затем снова первую провязываем лицевой из 8 лицевых. Берем снова нашу дополнительную спицу. Сделаем перекрещивание снова в левую сторону. Первые 3 петельки снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Следующие 3 провязываем лицевыми. 1, 2 и 3. Затем берем с дополнительной спицы, провязываем те, что на дополнительной спице перед работой, тоже лицевыми. Вот так. Довязываем восьмую нашу лицевую. И последнюю провязываем кромочную, изнаночной. Таким образом, мы в лицевых клеточках сделали перекрещивание на левую сторону. Изнаночную снова вяжем по рисунку. То есть, где изнаночные провязываем, изнаночные. Там, где лицевые, провязываем лицевыми. Девятый ряд провяжем как первый, третий и пятый. Провязываем восемь лицевых, там, где у нас восемь было с перекрещиванием. Теперь восемь изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Снова восемь лицевых, где перекрещивание у нас было на левую сторону. И провязываем кромочную изнаночной. Одиннадцатый ряд провяжем как первый, третий, пятый и девятый. 9, 8 провязываем лицевых. Первую кромочную снимаем и провязываем. Затем провязываем восемь изнаночных. Все по рисунку. Начинали по рисунку. И заканчиваем по рисунку. Теперь провязываем восемь лицевых. Кромочную провязываем. Изнаночные. А тринадцатый ряд это вторая часть рапорта. То есть кромочную снимаем. Теперь, где были восемь лицевых, провязываем восемь изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Там, где были восемь изнаночных, провяжем восемь лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь снова, где восемь лицевых, провязываем наоборот, изнаночные. То есть, как бы делаем шахматку. Провязали пол рапорта по квадратику одного ряда. А теперь делаем вторую часть рапорта в квадратики второго ряда. Вот, провязали наоборот, как бы. А теперь в изнаночном ряду снова вяжем по рисунку. Где лицевые восемь, провязываем восемь лицевых. А где восемь изнаночных, так и провязываем по рисунку восемь изнаночных. И снова восемь лицевых. То есть, в изнаночных рядах сопровождаются лишь полностью по узору, как идет. То есть, повторяются все изнаночными над изнаночными, провязываются лицевыми, лицевые над лицевыми. И все последующие изнаночные ряды так и продолжаем вязать по рисунку. Как в первой части, так и во второй части. Теперь снова перевернули наш, получается уже 15-й ряд. 15-й ряд провязываем как 13-й. 8 петелек изнаночными, 8 петелек идет лицевыми, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова 8 петелек довязываем изнаночными, кромочную также провяжем изнаночными. 17-й ряд провяжем как 13-й и 15-й. Снова по рисунку 8 изнаночных, 8 лицевых и 8 изнаночных. Кромочную провязываем как всегда изнаночные, без изменения. Провязываем по рисунку до конца второго ряда. А в 19-м ряду снова будем делать перекрещивание в лицевом квадратике. Кромочную снимаем, 8 изнаночных провязываем по рисунку. 3, 4, 5, 6, 7, 8. А затем провязываем 1 лицевая, берем дополнительную спицу. И как всегда первые 3 снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Следующие 3 провязываем лицевой. 1, 2, 3. Провязываем с дополнительной спицы 3 петельки лицевыми. 1, 2, 3. Отлаживаем спицу, она нам пока не нужна до следующего поворота. И довязываем 9 петелек изнаночными, включая сюда же кромочные. Изнаночные продолжаем по рисунку. 21 ряд. Продолжаем снова вязать по рисунку. 8 изнаночных провязываем. Затем провязываем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 довязываем изнаночных. Кромочную провязываем 9 изнаночной. Все, продолжаем по рисунку. 23 ряд. Это последний лицевой ряд в данном рапорте. То есть провязываем 8 изнаночных. 8 лицевых и 8 изнаночных по рисунку. Довязываем 24 ряд изнаночный, который у нас будет. Это и будет концом одного рапорта. И как вы уже догадались, все повторяется с самого начала. То есть 25 ряд это тот же первый ряд, с которого мы начинали. То есть вот 25 ряд. Кромочную снимаем. И там, где у нас было 8 изнаночных, провязываем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Там, где было 8 лицевых, провязываем наоборот. 8 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 изнаночных провязываем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Кромочную провязываем изнаночной. И снова с изнаночной стороны все по рисунку. И как вы видите, получилась вот такая замечательная шахматка, но уже с поворотами налево. Если хотите с поворотами направо, просто оставляете 3 первые петельки за работу. Провязываете вторые 3 петельки, а затем возвращаете те первые, которые оставляли за работу. И в итоге, если вы совместите вот эти вот рапорты, так сказать, по 8 петелек. Я взяла третью 8 петелек для симметрии. То есть, в принципе, у вас вот рапорт выглядит. 1 лицевой, так сказать, в квадратик. И 1 изнаночный. Изнаночный лицевой, то есть, вот он один у вас рапорт. Если вы будете рассчитывать, то петельки у вас должны обязательно быть кратные 8. И, соответственно, 2 кромочные, если вы будете сшивать это изделие. Я надеюсь, что вам осталось все понятно и понравился вот такой вот замечательный узорчик шахматка с поворотиками. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровно в петелек вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok